МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня столица Беларуси продолжает облачаться в праздничный наряд. Оформители развешивают масштабные растяжки. Предпраздничные планы столичных озеленителей высадить 30 тысяч цветов за один день. Оксана Семашко заранее посетила места основных праздничных гуляний. С самого утра сегодня город-герой Минск облачается в торжественный наряд. Праздничным панно уже украсили фасады домов на площади Победы. Километры баннерной сетки – это около сотни килограмм. Не только весьма увесистый, но и весомый атрибут предстоящего праздника. По двум сторонам проспекта на площади Победы вывешивается тематическое панно. Размер его 20 на 20. Крепится к металлическим кольцовям, расположенным на крыше зданий. До позднего вечера столичные озеленители сегодня еще будут ткать разноцветные ковры. Благоухающая красота уже погружает в атмосферу праздника. Не забыли о живых украшениях. 30 тысяч цветов высадят в столице сегодня к праздничной дате. Это своеобразное дополнение цветущим яблоням. А пока их аромат приближает памятную дату, на ласканах белорусов распускаются вот такие цветки. Тюльпаны, бархатцы, виолы и лицезреть их можно на центральных улицах города до поздней осени. Высажена виола 70 тысяч и около 130 тысяч летней рассады, та, которая в основном это места проведения праздничных мероприятий, это основные транспортные магистрали, въезды в город. А поводов выйти в эти праздничные выходные в город действительно много. Завтра, к примеру, в 16 часов на площадке у Дворца спорта стартует фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» с участием маэстро белорусской, российской сцены и юных талантливых исполнителей. Кроме того, не оставят равнодушными выставка-ярмарка «Город мастеров» и соревнования по силовому экстриму. 8 мая на этой же площадке состоится интерактивная программа в рамках акции «Цветы Великой Победы», в конце которой состоится битва диджеев и дискотечная программа. И уже 9 мая сплочение всех поколений минчан будет вспоминать земляков-героев. Для Мэй и Матвеенко этот праздник особенный. Ее семейная история отчасти сподвигла девушку стать историком. С самого детства она изучала мемуары своих родных о Великой Отечественной войне. Все мои прабабушки и прадедушки со всех сторон, конечно, участвовали и в партизанских отрядах служили. Мой прадед со стороны отца, он был главой бригады, бригады имени Короткина. Так что, да, конечно, поздравляем их. Там остались в живых не все, конечно, но обязательно пишем письма, открытки присылаем. Дети, внуки и правнуки сегодня готовят поздравления ветеранам. С преддверии праздника герои Великой Победы по праву заслуживают самых теплых, искренних слов и дел. Оксана Симашко, Александр Бутрим, телекомпания СТВ. Менчане и особенно гости столицы наверняка захотят побывать на разных площадках, находящихся друг от друга на приличном расстоянии. При этом один из главных вопросов – выезжать на автомобиле или добыраться до мест празднования общественным транспортом. Надеемся, наша информация поможет вам сделать этот непростой выбор. Парковочное место найти будет действительно проблематично. Однако столичные транспортники тщательно предусмотрели вопрос организации движения в предстоящие масштабные выходные. Итак, городской и пассажирский транспорт 9 мая изменит работу следующим образом. В период проведения праздничных мероприятий увеличат количество подвижного состава на автобусных маршрутах номер 1 и 100. Интервал движения в дневное время составит 6-8 минут. В связи с возложением венков к Монументу Победы в период с 7.30 до окончания мероприятия будут изменены трассы следующих маршрутов. Номер 100, 115 Э, 1064 ТК, 1076 ТК, 1151 ТК, 1280 ТК по проспекту Независимости, улицы Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Чапаева, Платонова, Сургановой и Независимости. Номер 300 Э, 1400 ТК по улицам Бобруйской и Ульяновской, Первомайской, Чапаева, Платонова, Сурганова, проспекту Независимости. Номер 485 ТК, 1077 ТК, 1540 ТК, 1548 ТК, 1567 ТК в направлении Комаровского рынка по улицам Сурганова и Кубоколоса, Веры Харужей в обратном направлении без изменений. Номер 1063 ТК по проспекту Независимости, улица Мленина, Немига, Янки Купалы, Куйбышева, проспекту Машерова, улица Красной, Веры Харужей. Номер 1112 ТК по проспекту Независимости, улица Ленина, Немига, Янки Купалы, Куйбышева, Веры Харужей. Номер 1409 ТК со стороны деревни Боровляны по проспекту Независимости, улица Сурганова до РК Академическая. Номер 57 по улицам Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, Клары Цеткин, проспекту Держинского с выполнением остановочных пунктов Ленинградская и вокзал. Номер 18 и номер 26 по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрака Бядули, Первомайской. В период прохождения колонны по проспекту Независимости на участке от площади Куба Колоса до площади Победы ориентировочно с 10 до 10.30 возможно кратковременная остановка движения всех видов транспорта в районе пересечения проспекта Независимости Машерова, улицы Козлова. В связи с проведением праздничного концерта на площади Победы 9 мая в период с 18.00 до окончания мероприятия ориентировочно в 23.00 будут изменены трассы некоторых маршрутов. 9 мая изменится работа метро. Интервал движения поездов на первой и второй линиях будут меняться. В связи с проведением праздничных мероприятий на площади Победы изменится режим работы одноименной станции метро. С полуночи 7 мая до окончания праздничных мероприятий 9 мая будет запрещена парковка автотранспорта на улице Коммунистической от Красной до Киселева. На улице Киселева от площади Победы до Куйбышева, включая придорожные парковки. На улице Красной от проспекта Машерова до улицы Коммунистической, включая придорожные парковки. С 22.00 до 8.00 до 23.00 до 9.00 будет запрещена парковка автотранспорта на проспекте Машерова от проспекта Независимости до Победителей, включая придорожные парковки. В связи с массовыми посещениями кладбищ в период с 7 по 10 мая в Минске организуют работу нескольких временных городских автобусных маршрутов, а на некоторых действующих увеличат количество подвижного состава. Будет организована работа 12 дополнительных временных автобусных маршрутов, порядка 300 единиц, на которые выйдут в направлении Северного кладбища, Колодещанского, Чижовское кладбище, Михныще и Западное кладбище. Значит, работа маршрутов будет организована с 8 утра до 8 вечера. Отправление автобусов будет по наполнению осуществляться. Интервалы движения минимальные. Диалог с городской властью. В преддверии Дня Победы на связь по прямым телефонным линиям жителями Минска выйдет Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета. Напоминаем также, что прямые линии работают в каждом районе города. Руководители готовы компетентно ответить на вопросы минчан и быстрее решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно. Номера прямых линий вы видите на своих экранах. Получить дополнительную информацию можно в администрациях районов. В солнечные и по-майски теплые дни в праздничные выходные станут постоянными спутниками горожан. Лишь изредка стужать городскую жару будут кратковременные дожди. Подробнее о планах небесной канцелярии расскажет главный специалист по метеопрогнозам Дмитрий Рябов. В праздничные дни погода минчан и жители нашей столицы порадуют. Будут преобладать в основном солнечные и ясные дни, но, к сожалению, без коротких разовых дождей не обойдется. 9 мая температура воздуха днем ожидается плюс 21-23 градуса тепла, но днем возможен кратковременный дождь и также гроза, поэтому не забывайте с собой зонтики. В следующей неделе нас пора дует теплой и комфортной погоды, правда без дождей не обойдется. Желаю всем провести выходные дни с пользой, поздравляю всех с праздником, желаю благополучия, удачи и берегите себя. Это все столичные подробности на сегодня в студии новостей, которой всегда рядом работала Наталья Михайлик. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Всего доброго и с наступающим праздником Днем Победы! Субтитры подогнал «Симон»!